Ислам 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 – это религия, которая считает семью священной. Создание ее приравнивает к поклонению и вводит правила, необходимые для счастливой семейной жизни. Также религия Ислам, хотя и не одобряет, но допускает расторжение брака в случае, если семейная жизнь становится для человека источником несчастья. Посланник Всевышнего Мухаммад сказал «Абаду халал иля Аллах атталяк» То есть, развод – это самое нелюбимое Всевышним из дозволенных действий. Так как развод в Исламе разрешен, но Аллах его не любит. В жизни самого пророка, который неоднократно женился, нет ни одного случая развода. Кто имеет право на развод? Право на развод в исламском семейном праве предоставлено только мужу. Но надо ясно понимать, что это право дано нам, мужчинам, не потому что мы мужчины, а потому что мы имеем отличные от женщины обязанности. Допустим, выплата женщине махара, подарка брачного, а также содержание ее, то есть обеспечение едой, одеждой и соответствующим шариату жилища. Вот эти все действия, обязанности выполняет муж. Женщина, она при заключении брака, она же не дарит своему мужу махар. Она не обязана обеспечить нас едой, одеждой, а также жилищем. Все это входит в обязанности мужа. Поэтому право на развод – это только прерогатива мужа. Имеет ли женщина право на развод и аннулирование брака? Женщине на определенных условиях все-таки предоставляется право развода. Также она имеет право аннулировать брак. Если сказать вкратце, во время бракосочетания женщина может поставить такое условие, чтобы ей было предоставлено право развестись, когда она пожелает. Если муж согласится на это условие во время заключения никаха, то жена получает право на развод. И второе, даже не выдвигая вот этого условия, женщина получает право аннулировать брак в следующих обстоятельствах. Первое, если муж не может обеспечить жену, или, имея возможность обеспечивать ее, он утверждает, что не может делать это. То есть муж просто-напросто не обеспечивает жену. Второе, касается физиологических особенностей. Это если муж импотент, кастрат, гермафродит, ну или болен венерическим заболеванием. Ну и третье, если муж сошел с ума, или по его вине в семье отсутствует мир, или царит нужда. Вот во всех этих случаях, по исламскому семейному праву, женщина может требовать аннулирования брака, уже в судебном порядке. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова